МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис. И вместе со мной сегодня работает оператор Александр Худяков. После вчерашнего дождепада наконец-то случилось солнышко и телезрические кадры дня у нас, поэтому улыбчивые и позитивные. Вот снимок от Звенеславы Шейной. Даже этот пластмассовый чудик во дворе радуется солнышку. А вот фото от Оксаны Резвановой. Жизнь налаживается, ребятишки на асфальте рисуют. Действительно, что может быть более радостного, чем детский рисунок мелом на асфальте? А это фото от Киры Петуховой. Скворечникам в Перми кого удивишь, а вот драконникам. А у нас именно драконник, никак иначе. Ну и вполне традиционный для Перми снимочек. Очередные обувки на проводах. На сей раз замечено за домом быта Агат. Ну что ж, тоже позитив. Перекресточек улиц Лодыгина и Бородинской, старый знакомый дежурного по городу. Мы были здесь несколько раз и переживали о том, что спиленные при кронировании ветки так и приживутся здесь надолго, потому что их не убирали. Сегодня переживать, в принципе, больше не о чем. Одной хорошей новостью в микрорайоне Крохолева стало больше. Вывезли и практически подметелочку за собой почистили. Ну что ж, ставим коммунальщикам жирный плюсик. Вот если бы сразу, то пять. Ну а так четыре. Но повторимся с плюсиком, с жирным. Еще 26 февраля 2008 года Пермская городская дума приняла постановление номер 38. Оно называлось серьезно и обстоятельно, чтобы не ошибиться, прям зачитаю по бумажечке, об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми. Так вот, согласно этому документу, разновысотность головок трамвайных рельсов и дорожного покрытия должна быть в пределах двух сантиметров. Это в теории. А вот вам, пожалуйста, практика. Это улица Трамвайная рядышком с трамвайным депо. Вот рельсы, вот дорога общего пользования, и вот примыкание этих самых рельсов к дорожному покрытию. Даже без линейки отчетливо видно, что ни о каких нормативных двух сантиметрах речи быть не может. Машины ныряют и прыгают. Надо сказать, что проездик этот хоть и совсем-совсем местечковый, но весьма и весьма востребованный. И машин здесь ездит много. И каждый автолюбитель, стиснув зубы, жалеет подвеску и проклинает дорожные условия. Ну, а на этой нашей страничке опровержение, но с ноткой тревоги. У нас окончательно развалилось крыльцо, написали нам обеспокоенные жители третьего подъезда. Дома номер 29 по улице Подлесной. Мы на этом самом крылечке. Давайте пройдемся. Ну нет, ходить здесь все еще можно. Так что опровергаем. Крыльцо пока есть. Ну а теперь та самая нотка сомнения. Бетонная плита действительно рассыпается на глазах. И да, пока ходить все еще можно. Но сколько продлиться это пока, господь один ведает. Так что крылечка третьего подъезда, дома 29 по Подлесной, с нетерпением ждет специально обученных парней с надлежащим инструментом, цементом и прочими необходимыми строительными принадлежностями. Вот так. Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжаясь наш конкурс на лучшую новость недели и подарок для автора самой лучшей новости, вот он. Двухскоростной блендер от гипермаркета низких цен «Маяк» на деревообделочной 8. Продукты питания, бытовая химия, товары для дома. Держите курс на низкие цены. Свинина охлажденная 154,90 за килограмм. На этом Игорь Гиндис и Александр Худяков заканчивают свое сегодняшнее дежурство. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы 2-630-300 для абонента, дежурный по городу. Сайт в интернете рефей.ру и обязательно заглядывайте в нашу группу ВКонтакте. Ждем с нетерпением. Встречайте завтра Анну Водоватову. Ну а на сегодня это все, друзья. Свидимся. Спасибо. Удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»